Здравствуйте, дубль 3. Проверим связь, как меня слышно, как меня видно. Плюс в чат этого будет достаточно, если все в порядке. Выбились с графика, а все люди взрослые, и у всех, я думаю, есть дела. Все ли в порядке? Антон, спасибо, Александр, спасибо. Ждать никого не будем, все по ходу присоединятся, запись будет. Давайте я представлюсь, меня зовут София Кривоуз. Я являюсь руководителем проектов Национальной ассоциации аукционных брокеров. Я думаю, многие из вас уже слышали о данной организации. Также я являюсь специалистом по разработке и внедрению сервисов для работы в направлении аукционного брокериджа. И являюсь официальным аккредитованным партнером компании Тензор. Я, к сожалению, отсутствую в городе Санкт-Петербург, нахожусь в городе Иркутске, и не всегда есть возможность проверить сервисы на их качество. Здесь такой удаленный регион, и вот так получилось. Прошу прощения, думаю, в четверг таких проблем не будет. Итак, тема сегодняшнего урока – электронно-цифровая подпись. Что это такое, для чего она нужна, и где ее можно приобрести, и вообще как сделать правильный выбор, чтобы не переплатить. Итак, электронная подпись – это цифровой аналог подписи такой же, как и ручная подпись на бумаге. Она позволяет установить личность подписавшегося и подтвердить предоставленную информацию. Она имеет большую юридическую силу, она представляет из себя вообще последовательно символов, знаков различных букв, которые присоединяются к документу, тем самым идентифицируют вашу личность. Срок действия электронно-цифровой подписи может быть до 15 месяцев. Чуть позже я расскажу, какая из них по факту, ну, может быть 15 месяцев, но в нашем случае для торгов подпись будет составлять срок жизнью, так скажем, 12 месяцев. Продление электронно-цифровой подписи может быть как в самостоятельном режиме, так и в режиме по факту, обратившись в компанию. Какие бывают виды электронно-цифровых подписей? Первый вид – это простая электронно-цифровая подпись. То есть это пара логин и пароль, которая как бы как комбинация символов или как код доступа, который может прийти по SMS, по e-mail, либо какой-то другой мессенджер для подтверждения вас, ну, допустим, как вход в клиент-банк, или как вот сейчас вы регистрировались в системе, то есть вам пришло на почту приглашение, и вы там дальше что-то сделали. Такая подпись подтверждает, ну, первое – это авторство, но не гарантирует, что файл после этого не меняли. То есть, ну, допустим, возьмем какой-либо договор, да, ну, и типа кодом его подпишем. Вот этот договор, он может быть видоизменен впоследствии, да, и он уже не будет носить какое-либо, ну, юридически значимое, так скажем, значение. Он не гарантирует, что файл не изменят, неизменность документа, подписанного простой электронной подписью, контролирует СБИС, да, то есть, ну, либо какая там, другая организация, неважно. То есть, мы говорим сейчас о СБИСе. Простая электронная подпись используется для подписания внутри компании. То есть, это некая информационная система, например, ну, например, там, подписание приказов, постановлений, какой-либо корреспонденции. То есть, простая подпись, она, ну, как бы есть у всех вообще пользователей СБИС, либо там любой другой организации, чтобы, ну, чтобы она, как бы, приобрела юридическую силу, стороны должны заключить между собой официальный договор, либо дополнительное соглашение. Второй вид, где используется простая электронная подпись, да, и что запрещено ей делать? Запрещено подписывать документы, которые содержат государственную тайну. Запрещено подписывать документы, в которых должна стоять печать организации, там, либо индивидуального предпринимателя, либо там любой другой организации, либо юридического лица. То есть, например, это вот, как мы уже говорим, трудовые договоры, счета фактуры, отчеты в госорганы и прочее. Также электронно-цифровая подпись, да, простая, она, как бы, работает, ну, так скажем, вот, по поводу универсальных, там, предаточных документов. Это, в принципе, первичная бухгалтерия, сокращенно ОЭБД. Она, как бы, содержит в себе первичные документы, она может содержать одновременно, там, какие-то либо реквизиты, но по факту она не является вам нужной для работы с торгами. Второй вид подписи – это неквалифицированная электронно-цифровая подпись. Основная область применения данной подписи – это подписание документов внутри компании. Что это значит? По факту это значит, что для использования вот неквалифицированной электронной подписи можно, как бы, использовать ее в документно-обороте с контрагентами, в том числе и иностранными. То есть, ну, все равно стороны должны закрепить это в каком-либо документе в договоре. Тогда документ, подписанный вот неквалифицированной подписью, коротко, НЭП, будут иметь юридическую значимость. Если этого нет, значит, как бы, подпись не является юридически значимой, и она, ну, в принципе, чуть-чуть защищеннее, чем простая электронно-цифровая подпись. Если выбирать между неквалифицированной и простой, все-таки я склоняюсь к неквалифицированной, да, и я ее готова рекомендовать. Она надежнее, то есть, прежде чем поставить свою подпись, мы, в принципе, владелец этой подписи проверяют различные данные, какие-то сертификаты, там, получение, ну, и подтверждает вообще получение данной информации. К тому же документы, подписанные НЭПом, можно скачать, да, и, как бы, перенести на другую информационную систему. Можно подписывать такие документы, как первичные документы, то есть это акты, накладные, авансовые отчеты, акты сверок и так далее, приходно-кассовые ордера, расходно-кассовые ордера, там, кассовые книги и другие кассовые документы, различные договоры. Вам это может быть интересно, если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, допустим, да, либо ОООшкой, ну, то есть у вас какие-то внутренние документы проходят, внутри компании есть сотрудники, есть разные отделы, либо есть контрагенты, какие-то поставщики, то есть, ну, вот, она подойдет для вот данного направления. Далее мы говорим о том, что есть такая подпись, как квалифицированная электронно-цифровая подпись. Как раз-таки она нам нужна. Эта подпись является, то есть она применяется наиболее широко, она придает документам юридическую силу. То есть из всех вот видов подписей именно она формируется с использованием одобрения ФСБ. То есть это криптографическое средство, оно позволяет установить ваше авторство, она подтверждает неизменность данного документа. То есть никто никогда после того, как вы подпишетесь этой подписью, не сможет ничего исправить в документах, то есть она конкретная и она последняя. Данную подпись выдают только удостоверяющие центры, которые аккредитованы Минкомсвязи России. Они имеют право выдавать вот эти электронные подписи именно квалифицированные. Документы, которые подписаны вот электронной подписью квалифицированной, обладают такой же юридической силой, такой же значимой вообще важностью, что и подпись, которую вы бы поставили на бумажном носителе своей рукой, будучи там, допустим, у нотариуса. Пользоваться и использовать вообще в работе данную подпись могут как юридические лица, организации, индивидуальные предприниматели, а также физические лица. Она вот вообще широко используемая, и мы вот как раз-таки о ней будем говорить, и именно такая подпись нам необходима на торгах. Где можно использовать квалифицированную электронную подпись? Она используется при сдаче отчетности в контролирующие органы, при взаимодействии с государственными информационными системами, такими как ЕГАИС, Меркурий, маркировки, госуслуги, налог.ру, то есть там также с ней можно работать, для работы на электронно-торговых площадках в качестве поставщика, либо заказчика, и также участие в торгах по банкротству, арестованных, торгах по арестованному имуществу, муниципальных торгах, ну вообще всех видов торгов. И в электронном документе, документообороте с партнерами. Далее можно поговорить о том, что нам вообще в принципе необходимо, и вообще какие документы мы можем подписать данной подписью. Это все первичные бухгалтерские документы, счета фактуры, акты сверок и так далее. Это отчеты, которые сдаются в госорганы через интернет. Это трудовые договоры с дистанционными сотрудниками. Ну, как мы уже знаем, сейчас есть электронные книжки, и вот как раз-таки эта подпись тоже там актуальна. И документы для электронно-торговых площадок. Далее мы двигаемся. Какие, так, прошу прощения, чуть-чуть ушла я. Какие бывают ключевые носители и считыватели электронно-цифровых подписей? То есть мы как бы представляем электронно-цифровая подпись, вот окей, там какой-то набор символов, да, но куда-то вот эти символы, подтверждающие вашу личность, именно это относится к квалифицированной электронно-цифровой подписи, нужно куда-то их поместить. Как раз-таки вот это и называется ключевыми носителями и считывателями электронно-цифровой подписи. Квали носители? Во-первых, ну, на них хранится... Они могут быть как защищенные флеш-накопители, которые, ну, мы о них будем говорить чуть позже и подробнее разбирать. Это может быть обычный флеш-накопитель, это может быть реестр, то есть некий код, который мы можем записать на своем там компьютере, ноутбуке, ну, вообще вот системе, с которой мы работаем. Также это может быть мобильный телефон. То есть вот в этих направлениях как раз вот может быть и может быть хранится ваша электронно-цифровая подпись. Двигаемся дальше. Электронно-цифровую подпись, сразу хочу заметить, нельзя хранить ни на каких компакт-дисках, ни на каких-то там других устройствах, которые, ну, не относятся к флеш-накопителям, либо к защищенным носителям, потому что при работе с подписью, то есть есть такое СКЗИ, к нему мы вернемся чуть позже, перезаписываются файлы, то есть расположенные на данном носителе, ежеразно, когда вы ее используете. И вот технические характеристики всех других устройств, таких как компакт-диски, они вообще не позволяют этого делать, и они нам не интересны. То есть запомните, что если вам кто-то может предложить записать на компакт-диск, то это либо, ну, люди, которые не понимают, что предлагают, либо это люди, которые просто, ну, хотят на вас заработать, но не дать вам должную, так скажем, услугу, да, предоставить. Потому что есть статья номер 27.3, по-моему, по федеральному закону ФСБ, он выпущен от 2011 года. Как раз таки, что электронные ключи, электронно-цифровые подписи выдаются только на электронных носителях, именно защищенных. Они соответствуют регламенту Федеральной антимонопольной службы, и вот эти подписи подходят для госзакупок и любых других видов торгов. Поэтому будьте осторожны, когда вам говорят, давайте мы вашу подпись перепишем там на диск, окей, ребята, всем до свидания. То есть можно как бы так и говорить. Пользователь может вообще выбрать для хранения своей электронной цифровой подписи несколько вариантов, да, хранения подписи, то есть несколько носителей. Мы рекомендуем непосредственно, мы как брокеры, как уже опытные люди, и вообще те, которые неоднократно обжигались вот как раз таки с выбором цепешек, мы рекомендуем использовать либо ROOTOKEN, либо ROOTOKEN ECP 2.0, либо ZJKARTA, так как эти устройства, ну, во-первых, они физически надежны, они поддерживают множество циклов перезаписи, что увеличивает срок службы. То есть, ну, по факту, когда у вас истек 12-месячный срок действия электронной цифровой подписи, вы можете сэкономить и перезаписать новый ключ как раз таки на вот эту флешечку, да, на вот этот токен. Во-первых, это личный ключ электронной цифровой подписи, да, записанный на носителе, он не используется, не испортится в процессе длительной эксплуатации. Ну, за исключением тех случаев, когда может быть пожар, не знаю, когда может быть потоп, либо там наступили, сломали, да, то есть, ну, тут тоже есть система страхования у любого удостоверяющего центра, которые позволят без проблем восстановить свою подпись. Главное, подключить изначально правильный функционал. Далее, то есть, они имеют функции защиты. Чтобы получить доступ к контейнеру с ключом, нужно ввести пароль. То есть, все равно при использовании флешечки нашей мы все равно будем использовать пароль. Электронные подписи, сразу хочу заметить, которые хранятся на мобильном устройстве, можно использовать только для работы в СБСе, либо в каком-то другом удостоверяющем центре и в другой программе. То есть, для торгов мы установить ЭЦПХу на мобильник вообще никак не сможем. То есть, это вот нужно себе запомнить и не придумывать, что вот круто, сейчас я на мобильник установлю, и там буду как бы на торгах участвовать с мобильного телефона. Нет, этого быть не может, нужно устройство. Двигаемся дальше. Есть как раз-таки вот эти флешечки, они называются рутокены. Это носители ЭЦП, и первый, который мы рассмотрим, это рутокен. Рутокен – это один из видов ключевых носителей, персональное средство аунтификации. А выглядит, носителей, но довольно-таки недели. То есть, он дорогой по приобретению. Изготавливаются они в России, то есть, они имеют наш фикансер, и они рекомендованы и указаны, регламентированы точнее на некоторых электронно-торговых площадках. То есть, ЭТП рекомендует использовать как раз-таки в работе вот этот рутокен. Это как раз-таки вот это СКЗИ, о котором мы говорили ранее. В отличие от других носителей для работы, вот в этом рутокене ЭЦП уже есть встроенное программное обеспечение, вот программные драйвера, которые не нужно дополнительно покупать, либо их дополнительно откуда-то скачивать и устанавливать на компьютер. То есть, вот этот носитель уже в себе содержит вот эти данные. И при шифровании и распаковке документов, то есть, используя вот это устройство, оно самостоятельно все делает, что значительно вообще, в принципе, упрощает работу. Но тоже хочу сказать, что довольно-таки не дешевое удовольствие. Есть Джакарта. Мы, как бы я вам сейчас образно об этом расскажу, но мы с ними не работаем. Вообще, компания Тензор особо и с ними не работает, и их не дрожит. То есть, это тоже ключевой носитель, в который входит также КриптоПро, средство криптографической защиты. Преимущество его, то есть, при шифровании подписей и распаковке документов, вот само это устройство, оно само по себе все делает. Не нужно также устанавливать никаких дополнительных программных обеспечений, драйверов и так далее. То есть, это упрощает работу, и им можно с помощью вот тех инструментов, токенов, где уже встроенная есть криптографическая вот этот ключи защиты, они могут использоваться в разных компьютерах. Там, где нету встроенного, используется только на одном устройстве. То есть, придя со своей флешечкой кому-то в гости, к сожалению, в компьютере не сможет... Это токен для безопасного хранения ключевых контейнеров сертифицированных российских СКЗИ. Оно не... Вот этот ключ не содержит внутри средства криптографической защиты, поэтому требует дополнительной установки на компьютер вот этих программ. В принципе, вы можете этой информацией особо не заморачиваться, но когда с вами будет связываться менеджер, и вы будете выбирать электронно-цифровую подпись, вы вообще по факту должны понимать, чем вот эти все ключики и вот эти все флешечки отличаются, чтобы вам продали то, что вам действительно нужно, чтобы вы не пожалели тысячу раз и потом не переплатили еще в несколько раз больше. Поэтому эта информация реально полезна, и для вас, как для брокеров, как для профессионалов, вы должны это знать и должны их все уметь отличать. То есть, ну, не просто купили флешечку, а вы должны понимать, что в этой флешечке такого, какие там программы вшиты, чтобы не попасть даже в такую неловкую ситуацию, как, допустим, придя в гости, да, и срочно торги, а мы капец, мы вставили флешечку, а флешечка-то не подходит. Ну, и чтобы вот этого не было, вы со старта должны знать, что выбирать. Также есть вот средства криптографической защиты информации. Другими словами, СКЗИ. Что это такое и какие они бывают? Они бывают разные. Такие как? То есть, такие как... Одну секунду. То есть, средства криптографической защиты информации это программа-служба, которая отвечает за работу с электронной подписью. То есть, это как бы она обеспечивает, вот эта программа, во-первых, она обеспечивает шифрование документов. То есть, это вот то, что потом нельзя будет изменить, да. Это вот те самые счета фактуры, различные накладные, отчеты там и прочие важные документы. Она расшифровывает получение ответов от контрагентов и протоколов от инспекции. Ну, допустим, ФНС, пенсионный фонд, Росстат. Как пример, вы являетесь индивидуальным предпринимателем, у вас есть там определенная система налогообложения, вы ведете свою бухгалтерию в СБСе, именно вот в них, в отчетности, да, в таком функционале. И вы там отправили отчет, там с кнопочки расписали своей ЦПшечкой, отчет ушел в налоговую, вам пришел оттуда ответ. И с помощью вот как раз-таки своей ЦП вы можете этот ответ, как бы это письмо распаковать. Ну, то есть, и кроме вас и вашей подписи, ну, вашей флешечки и вас, другой человек этого сделать просто не сможет. То есть, это дает некую защиту вашей информации от посторонних глаз, чтобы, ну, кто-то там чего-то не смог увидеть, того, чего не нужно видеть. Далее, это, как бы, проверка секретных ключей пользователя при отправке электронных документов по каналам связи. То есть, это как раз-таки то, когда вы что-то отправляете, и систему устанавливает реально вашу личность. То есть, чтобы никто не смог за вас отправить какой-либо отчет, который не соответствует реальности, и вы там не попали в неприятную ситуацию. Также и с торгами. То есть, это вот как раз-таки данная программа. Какие бывают виды СКЗИ? Это крипто-про. Я вам о ней говорила, как раз-таки все электронно-цифровые подписи в компании Тензор непосредственно работают на... ...из тоже распространенных таких СКЗИ, но, в принципе, оно, ну, как бы ничем не отличается. И вот Signal.com и LISSI там. То есть, мы с ними не работаем, это для общей информации. Также хочу заметить, что на одном компьютере нельзя работать с несколькими СКЗИ. То есть, одновременно. Допустим, вы по торгам работаете с флешечкой на Крипто-про, а, допустим, для сдачи отчетности вы используете там VIP-нет, то есть, ну, там, для клиент-банка. Вот так вот, вот в этой ситуации две СКЗИ на одном устройстве начнут между собой конфликтовать, и поэтому стоит, ну, понимать, что одно и то же устройство использовать нельзя. Поэтому лучше при регистрации всех банк-клиентов, да, там, либо еще каких-то вещей, то есть использовать одну свою электронно-цифровую подпись, один ключ с одним СКЗИ. Ну, тут мы долго не задерживаемся, это так, для информации она не особо важна. В принципе, просто знайте, что Крипто-про одна из лучших вариантов. Далее есть такой функционал, как лицензии. Лицензии по, непосредственно, по работе вообще вашего рабочего места. То есть, для нормального функционала системы лицензия на использование приобретения СКЗИ, она должна быть. Без лицензии определенной система работает примерно месяц, там, в таком формате, как демка, а потом все слетает, и система становится неработоспособной. Поэтому нужно у менеджера всегда интересоваться, какая лицензия есть ли она, то есть, входит ли она в пакет, и все функционировать. Существует два вида лицензий. То есть, лицензия на рабочее место и лицензия, включенная в состав электронно-цифровой подписи, то есть, в сам токен, вшитая. Они бывают разные, то есть, плюсы одной и другой. То есть, к той лицензии, которая устанавливается на одно рабочее место, то есть, на ваш компьютер единожды, вы купили, допустим, ЭЦП, вы ее установили, вы прошли шаги регистрации, да, активации, так скажем, этой флешечки своей, и все ключи, все лицензии хранятся только на одном устройстве. То есть, вот, можно работать, но неограниченное количество электронно-цифровых подписей, то есть, вы купили один раз вот это Крипто-Про, установили на компьютер, и дальше, которые флешечки вы будете покупать, вы можете уже Крипто-Про туда не включать, то есть, она уже установилась у вас на рабочее место. Есть лицензия, которая входит в состав электронно-цифровой подписи. То есть, вот, данная электронная подпись, как я уже говорила ранее, она будет работать на любом компьютере, где установлена Крипто-Про, то есть, даже без лицензии, потому что она будет вшита в ваш ключ. Минусы этого всего. Для рабочего места предназначено только для одного устройства, то есть, только для одного рабочего места никуда больше вы, к сожалению, не установите. И срок действия лицензии может не совпадать со строком действия электронно-цифровой подписи. Это важно понимать, когда вы, допустим, установили эту лицензию, она тоже дается на 12 месяцев, вы ее купили чуть позже, да, установили, потом у вас срок действия ЭЦПшки прошел, вы как бы электронно-цифровую подпись продлили, но про лицензию забыли, и бац, там, в 3 месяца вы поработали, а потом фигас, и все у вас слетело. Ну, чтобы вот такого не произошло, тут нужно как бы просто для себя понимать или там ввести где-то табличку, когда что заканчивается, чтобы в случае чего-то можно было докупить и продлить. Минусы электронно-цифровой подписи, в которой уже включена лицензия, не распространяются на другие подписи, даже если они находятся в том же самом носителе. То есть она действует только для одной подписи, вот вас как брокера, допустим, для торгов, вы все купили в комплекте, да, вы можете использовать на разных устройствах, но, допустим, кроме как вот этого пакета, который включен и подписан на нее, вы, к сожалению, больше ничего с ней сделать не сможете. Двигаемся дальше. Итак, что мы с вами узнали? И вообще, что нам еще нужно знать? Использование электронно-цифровой подписи регулируется федеральным законом номер 63. Он признает электронную подпись полноценной альтернативой вашей ручной подписи, вообще подписи человека. Работать с электронно-цифровой подписью могут как физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, там, общество с ограниченной ответственностью. Неважно, любой человек, который является гражданином Российской Федерации, он может работать с электронно-цифровой подписью. Выбор вида подписи зависит от того, с какими приложениями вообще и с чем вы планируете работать. То есть, если мы сейчас говорим о нас, как о брокерах, нам нужен один вид подписи. Если мы говорим о... ... ... Для большинства информационных систем электронно-цифровая подпись, да, и в том числе электронно-торговых площадок, требуется только квалифицированная электронно-цифровая подпись. Никакие другие виды туда не подойдут. Подписание и шифрование документа выполняется с помощью средств криптографической защиты. Как раз это Крипто ПРО. Это СКЗИ, коротко. Далее. Это вот может быть Крипто ПРО. Далее есть носители. Мы знаем, что мы используем РУ-токен. То есть, мы вот так работаем. Слышечку, новые лицензии и так далее. Также мы со стороны, нас как экспертов, рекомендуем хранить подпись на защищенном носителе. То есть, чтобы это было все максимально безопасно для вас, и чтобы ваша флешечка была всегда при вас. Теперь давайте вообще, в принципе, перейдем на сайт компании Тензор. На примере посмотрим, какие электронные подписи есть у них и примерную ценовую политику. Сейчас я включу демонстрацию экрана. И мы с вами посмотрим. Прошу прощения. Сайте компании Тензор. Это удостоверяющий центр, с другими компаниями непосредственно с этим удостоверяющим центром. Нам интересно понять, что у них есть, как бы, как бы, что у них есть. Какие электронно-цифровые подписи есть, если они Тензор. Это попало не туда. Сразу же хочу заметить, когда вы видите для всех и всего, неважно, Тензор, Инфотекс, либо еще какой-либо другой удостоверяющий центр, нет электронно-цифровых подписей для всех и всего. Есть ряд компаний, которые по факту работают, не работают с определенными электронно-торговыми площадками. Поэтому нужно всегда ознакомливаться со списком площадок, которые входят в... площадок пользуются брокеры опытные, которые уже заработали на торгах, которые уже понимают объемы, понимают площадки, и они, как бы, изначально, да, понимают, что у них есть статья расходов, так скажем, на эту электронно-цифровую подпись. Новичкам я такого не советую. Это... это очень... ну, это очень неправильно. Есть подпись такая, как оптимальная, то есть это все основные площадки для участия в закупках, это 8 федеральных площадок, кстати, муниципальные торги, это как раз-таки те торги, которые работают с 8 федеральными площадками. Это коммерческие площадки по банкротству, также площадки, которые обычно подключаются за дополнительную плату, такие как B2B-центр, фабрикант, U-тендер, AST, аукционный, тендерный дом. Тут тоже нужно быть аккуратнее и понимать, нужна ли вам эта электронно-цифровая подпись, да, будете ли вы работать с B2B-центром, там, с фабрикантом и так далее. Но все-таки давайте мы на нее перейдем и посмотрим подробнее. Другое направление, да, по факту, и там заняться банкротством. И так вот, купив, мы просто 8 оснований, которые будут kullan bends. А я говорил, как только у quais они реан Our Own 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 Ownmentation, Такие армешевские торговые закупочные системы Сбербанка СТ, это как раз таки то, что касается банкротства, и оно не отображается в секции федеральных площадок. То есть тут нужно понимать, вообще стоимость электронно-цифровой подписи зависит непосредственно от количества включенных в нее площадок. То есть вообще сколько, какое количество площадок входит в вашу сформированную электронно-цифровую подпись, оттуда и будет зависеть конечная цена ЦПшки. Далее мы можем с этим сайтом вообще все ознакомиться, не будем здесь долго задерживаться. Единственное, что вот эта цена, которая указана, она не конечная. То есть мы должны понимать, что нам нужно что сделать? Купить программу СКЗИ, то есть подключить ее. Она стоит тоже денюжек, годовая, бессрочная. То есть вот в таком ключе. Есть фишка купить электронно вот эту СКЗИ за 600 рублей, но это чуть позже при оставлении заявки я вам подскажу, как это сделать. Также нам нужен носитель, где у нас будет храниться электронно-цифровая подпись. Рекомендуем обычный РУТОКЕН за 950 рублей, другой никакой вам не нужно. То есть и все-таки я вам очень настойчиво рекомендую вообще заранее промониторить площадки, которые вам нужны. Потому что есть, вернусь выше, да, есть дополнительные коммерческие площадки, которые вот стоят отдельных денег, и они не входят, допустим, в уже сформированные пакеты здесь, и их нужно покупать дополнительно. Так вот, когда вы уже купили электронно-цифровую подпись, и вдруг поняли, что ага, мне нужен, допустим, ник 24, да, и с ним я буду работать, то как бы докупить его и вшить в ту ЭЦПшку, которая есть у вас на руках, к сожалению, не получится, заплатив просто, допустим, 7000 рублей. Вам как минимум понадобится оплата, опять, крипто-про, да, то есть вообще это там 900 рублей, вам понадобится... ...покупывайте все, что вам не нужно. Ну и самое главное, не промелочитесь, потому что, ну, бывает так, что потом вот B2B-центр, он резко становится нужен, потому что, ну, потому что вы решили заниматься банкротством либо арестовкой, да. Далее есть такой функционал, как... сейчас я вам закрою это... услуги, да, то есть вам, как новичкам, вообще менеджер может порекомендовать кучу дополнительных услуг, настройки программного обеспечения электронно-цифровой подписи. Это однозначно не надо, я вам покажу, где это есть. Единственное, на чем бы я хотела свое внимание заострить, это сопровождение электронно-цифровой подписи. Это некая страховка вас от потери, от поломки, да, подписи, что в случае там чего-либо, вам ее перевыпустят абсолютно бесплатно, то есть если же вы не подключили этот функционал и вдруг-таки что-то с подписью случилось, то вам ее бесплатно больше никто не восстановит, и вам придется покупать ее заново, то есть и платить там, ну, грубо говоря, там, минимально 5,5 тысяч рублей. Есть доставка курьером. Этот функционал тоже интересен тем, кто живет в отдаленных регионах, в районах, где вблизи нет точки выдачи, да, от удостоверяющего центра. То есть, ну, это обговаривается индивидуально и, в принципе, кому-то может быть полезно. Но если вам предлагают помощь вот в настройках, этого делать не нужно, потому что у нас есть такая кнопочка поддержка. Провалившись в нее, спустившись вниз, мы видим такую, такие предметы, инструменты, как мастер настройки рабочего места. Нажав ее, вы сами разберетесь в том, как установить электронную цифровую подпись, не платя никому никаких за это средств. Итак, вроде тут мы разобрались, двигаемся дальше. Буквально одну минуточку. Может быть, интересно брокеру, да, и чтобы было какое-то четкое понимание того, что выбрать на старте, у нас наши эксперты по торгам, в принципе, создали три тарифа, четыре тарифа, где обрисовали самые важные моменты для того или иного направления. Информация вся будет продублирована в документах к уроку, да, то есть все тарифы, все площадки, что включено по стоимости и так далее. Электронная цифровая подпись для начинающего брокера – это только торги по банкротству. Вам это сейчас не нужно, я на этом останавливаться не буду. Далее расширенная электронная цифровая подпись. Мы ее рекомендуем. Есть электронная цифровая подпись «Максимальная». Ее я вам не рекомендую, на ней даже не будем останавливаться, но записи посмотрите и в документации посмотрите, может быть, кому-то интересно. Это федеральные площадки, это защищенный носитель, это криптопро. Вот стоимость ее 5150 рублей, и, пожалуйста, как бы, ну, это минимальная цена, в которой может быть вообще и вот минимальный набор функционала. Итак, коллеги, мы подходим к завершению. Сегодня мы изучили, что такое электронно-цифровые подписи, да, то есть мы поняли, что это такое. Мы разобрали ключевые носители для электронно-цифровых подписей. Мы разобрали, что такое средства криптографической защиты информации, вообще для чего оно нужно. В принципе, я вас познакомила с пакетами формирования электронно-цифровых подписей. И по факту, как бы, наш урок подошел к завершению. Хотела бы вам порекомендовать дальнейший некий план действий. То есть, первое, вы составляете детальный план работать для себя, да, с какими площадками вы будете работать, с какими вы будете взаимодействовать. В принципе, оставляете заявку на подключение и следуете дальнейшим указаниям менеджера. Ссылка на заказ электронно-цифровой подписи будет опубликована в группе, будет опубликована эта ссылка, будет опубликована в чате, будет опубликована к вот этому видео-вебинару на сайте у нас внутри системы, да, то есть в вебинарной комнате. Все какие-либо вопросы могут возникнуть. Пожалуйста, не стесняемся, мне задаем. Можем выйти на видеосвязь не в формате веба, а просто видеозвонка. Этот функционал у нас также доступен. Какие есть у вас вопросы, с радостью на них отвечу и расскажу об уроке на четверг. Звук и видео регулярно пропадает. Александр, я вас поняла, но приношу свои извинения. В действительности я нахожусь там, где нет интернета, поэтому у меня интернет – это вот раздача с телефона, возможно, из-за этого. Но вот так сложились звезды, что я не на своем рабочем месте. Какие еще есть коллеги в вашем случае? Если вопросов нет, то я хочу всех поблагодарить за внимание. Следующий урок у нас пройдет в 15.00 по Москве в четверг. Работать мы будем… Вообще учиться работать с агрегатором, который есть в СБСе, по муниципальным торгам. Ну и не только, я вообще покажу вам все фишки этого агрегатора, чтобы вы понимали, насколько он удобный, да, и что в нем есть прикольного. Если мы как бы сравним всех конкурентов по стоимости, это самый бюджетный вариант, который может быть, и нереально крутой. Вот. То есть следующий урок у нас будет на платформе. Доступы я вам выдала. В принципе, уже можете не бояться кликать, тыкать в системе все, что хотите. Это демо-аккаунт для всех. Так что пробуйте, смотрите, мониторьте систему и как бы так. Это демо-аккаунт для всех. 8 федеральных площадок. Вот. Поэтому тут посмотрите сайт, посмотрите. Я скину сейчас документы, ссылочки, где площадки будут написаны. Прямо с переходом, с кликабельными ссылками на площадки. Просто посмотрите и определитесь, что вам нужно. Как бы на старте покупать мега-крутые подписи не нужно, но стоит не забывать, что 12 месяцев у вас после приобретения в ПОДПИСе. Вот поэтому может что-то переиграться. Поэтому банкротство... Я прошла... Лично я прошла обучение по работе... Будьте не в рамках, ну, не в рамках с вами. Я прошла сделки безопасные с недвижимостью, курсы. То есть на самом деле я прошла все, какие только, наверное, было аресты прошла, и банкротство физических и юридических лиц прошла. Но вот сейчас я пришла к тому, что изучаю муниципальные торги. И хочу сказать, что одно без другого быть не может, потому что, ну, если хотите быть прям на уровень выше, то все-таки нужно учиться работать с разными клиентами, с разными площадками, вообще с разными... Ну, это личная рекомендация. Каждый выбирает свое. Если, коллеги, нет вопросов, то спасибо вам еще раз за внимание. Приношу свои глубочайшие извинения за технические неполадки, за проблемы, за прерывания. Думаю, что все люди взрослые, все меня поймут, но я в знак... То есть, ну, чуть позже опубликую свою плюшечку за то, чтобы вы меня простили. Всем хорошего вечера, до свидания. Была рада пообщаться. Сегодня был нереально сложный урок для вас, потому что информации действительно много, и она сложная, но важная. Всего доброго, до встречи. Пока-пока.